который был прекрасно представлен передо мной и так аудитории понятно о чем идет речь поскольку все самые понятия были удивлены присоединяются к нему недавно и вот как раз на очередном раунде развития корпуса теория выкристаллизовывается добавляются какие-то, выясняются какие-то частности добавляются какие-то явления и в этом смысле этот корпус, мне кажется, представляет собой такой очень хороший пример исследовательской работы и мне очень приятно, что это не последний вопрос было уже сказано, что не все отношения ну вот модель Маннери Томпсона это тоже общепризнанная модель давно известная, вот классическая модель существует с конца 90-х годов перечислены эти отношения, даны им аккуратные определения очень абстрактные, что характерно для дискруса в принципе и очень аккуратно сделанные в модели практического корпуса, о котором человек используются используются не все отношения, но выбор тоже был сделан очень аккуратно вот например, те отношения, о которых мы сейчас собираемся говорить контрасты, сравнения, которые вызвали наибольшее разночтение в разминчиков связаны в частности и с определением отношений отношения, сравнения не входит в классический список теории и теоретических отношений но отношения контрастов входит и похоже отношения это концессион и антитезис концессион в действующей модели используется антитезис не используется, но опять же имеет все основания для того, чтобы не использоваться потому что вот как мы видим из определения там ядровый сателит находится в контрасте посмотрите, отношения контрастные и разница между антитезисом и контрастом состоит в том, что контраст это многоядерное отношение его сегменты считаются равнозначными а у антитезиса один фрагмент выделяется и несет на себе такую риторическую нагрузку ну вот надо заметить, что в теориторических структур контраст это многоядерное отношение но оно двуядерное там только два ядра, они равноценны отношения comparison взяты из другой работы, взяты разработчиками в теории тоже данные определения, они приведены в статье у создателей но заметьте, тут противоположная ситуация тут сравнение двуядерное отношение в него входят два текстовых фрагмента а контраст многоядерное, два и любовные то есть ситуация противоположная и возможно, что трудности разменчика были связаны вот с такой некоторой возникшей неопределенностью определений как можно в корпусах обычно отображается лингвистическая информация если речь идет о морфологии, синтезисе ну, в общем-то, не далее то есть какая-то довольно надежная основа языковая основа, изученная ранее теоретиками и корпус обычно добавляет к этой теории некоторые моменты но в целом продолжает описывать тот же самый объект в случае с дискурсивной разметкой тот объект, который описывает разработчик ну, или имеет в голове, на самом деле очень разный если мы вспомним лет 15 назад или 10 было соревнование синтетических парсеров мы как раз участвовали то сравнение результатов соревновались с десяток или чуть больше синтетических парсеров выяснилось при сравнении результатов что, во-первых, результаты очень похожи количественно очень близки во-вторых, дискуссивные модели очень разные если взять, скажем, голосной текст и разметить его теорией риторических структур то выделится некоторый элемент который риторически наиболее наиболее сильно воздействует на адресата а если взять какую-нибудь дискурсивную разметку основанную на логических основаниях смены тематики какие-то референциальные отношения то может выделиться совершенно другая структура а именно этот текст представится в виде слоев тематических слоев там введение в тему основное содержание и подробности например, выделяются три слоя то есть получатся совершенно разные слои поэтому вот желание разработчиков чтобы опереться на языковые какие-то основы она совершенно правильная и она необходима разработчику чтобы иметь перед собой что-то надежное но вот эти вот маркеры и тест-цент то, что можно основать на языковой информации они не являются стопроцентными и даже очень надежными способами выделения дискурсивного отношения оно во многом все-таки особенно в теории исторических структур делается интуитивно но тем не менее они существуют а именно маркеры это обычная литическая единица на которую опирается дискурсивное отношение к типу союз-но, например, для контраста ну вот с одной стороны союз-но с другой стороны частица G а с третьей стороны вообще можно ничего не будет или тест-это когда возможно некоторая трансформация фрагментов которая сразу дает такой явный аргумент в пользу такого-то отношения вот, например, хотя вот я к докладу девушки привела пример типа, вот хотя он усиленно работал у него ничего не получилось вот это типичная уступка Потому что можно просто вставить союз, хотя, и сразу становится ясно, что это уступка. Просто вот такой однозначный сильный союз. Вот если посмотреть на отношения к комперизмам, сравнение, да, вот пример отношения, которые были отличены как комперизм. Фунты евро слегка укрепились, или вот кто-то их размещал как контраст. Ну, действительно, есть противопоставление. Алина Упавла, ну, английские примеры, это тот же самый. Классические теории веторических структур, это джоинт. Это два стендерии, фрагмента, которые говорят о том же. О том, что нечто что-то изменилось. И примерно на ту же тему. Но куда оно менялось вверх-вниз, тут на самом деле не важно. Теориторических структур, практическая, фактическая информация, неважно. Поэтому здесь уделяется отношение комперизм. Это один тип. При этом вот укрепились и ухвала, это явно слова, которые могут быть маркером с ароматом. То есть, как изменение состояния. Вот другой пример, где можно выделить отношение сравнения. Первый заключается в последовательной реализации отдельных предложений. Там речь идет о принципах построения системы управления. И они сравниваются по некоторым параметрам. Один автоматизирует отдельный процесс управления. А второй создает два приложения, которые интегрировались в некоторое комплекс. Это тоже сравнение, потому что имеются два объекта, имеются параметры, по которым они сравниваются. Вот похожий пример дискурсивного отношения сравнения – это перечень. Перечень – это тоже внешний такой маркер, если хотите. Но, конечно, логический, уже не лексический. Который позволяет говорить о сравнении. Но в данном случае сравнение будет выделяться только в том случае, если цель этого текста или этого параметра состоит в том, чтобы их сравнить. Потому что номенклатурный список, например, сравнение не предполагает. Он просто перечисляет похожие элементы или непохожие элементы, какие угодно. Значит, здесь основным аргументом в путь установления отношения сравнения является цель текста или цель фрагмента. Ну вот, это тоже пример лексического маркера в то время как. Это тоже сравнение. Сравниваются загрязняющиеся вещества и параметры логовищества. Это тоже пример с лексическим маркером в отличие от этого. И тоже мы видим, что есть два объекта близких между собой. Это структуры предложения. Я, естественно, не видела. Я его взяла из подборок по системе. И, ну, тут можно предполагать, что сравнимые объекты это структуры английского и французского предложения, у которых там в лаголе направительный, скажем, элемент либо выражается на речием отдельно, либо входит в состав лагола. Ну вот, смотрите, текст, в котором имеется лексический маркер, похожий. Похожие, это маркирует сравнение. Но в данном случае, как мы видим, речь идет о совсем другой металлической фигуре. Здесь у говорящего, у создателей текста автора, имеется задача рассказать адресату, сделать так, чтобы адресат представил некоторый другой объект, о котором он понятия не имеет. И поэтому он начинает с того, что он дает опорное понятие – кафе. Похожие на кафе. А дальше уже идет три фрагмента, которые уточняют это опорное понятие таким образом, что у адресата формируется то представление, которое автор и хотел в него внедрить. А именно указываются некоторые подробности. По одной стороне, то, что столики там есть, это адресат знает, потому что ему сказали слово «кафе». А вот дальше он объясняет, что по одну сторону сидят запрещенные по-другому, по-другому, по-другому семья. Потом фрагмент со сравнением, от какого помещения отличается обилие в видеокамер. И еще один углуборный с соседним городом. Ну, ну, это вам точно. Отношение-контраст. Отношение-контраст двуядерное к теории исторических структур. Вот пример. С точки зрения языка здесь все правильно, а вот с точки зрения соотнесения объектов реального мира нет. Объект один и тот же. Тут не сравниваются два объекта. Тут есть один объект. Ну, тут какое-то высказывание по-другому имеется в виду. С точки зрения семантики слов, так сказать, все будет правильно, а вот когда мы начинаем сравнивать это с реальностью, получается по-другому. Поэтому здесь контраст. Здесь нет параметра, по которым два объекта могут сравниваться друг с другом. Контраст может быть совершенно... Ну, там маркера не было, и тут тоже нет маркера. Соключение американских спецслужб, на основании которых заговорили о разработке на данную думу, были не более чем годах. Особенно нелепо эти заявления выглядят на фоне неоспоримых показательств. Это контраст. Никаких показателей контраста здесь нет. И более того, это могло бы быть и антитезисом. Если мы воспринимаем этот текст так риторический, который должен, так сказать, оправдать Иран, оправдать Иран, тогда у нас первый фрагмент становится ядром, а второй – это линия. Но он может восприниматься и как, так сказать, просто описание, сообщение информации, тогда это может быть контраст. И вот третий, самый интересный контраст – это рассмотрение ситуации нарушенного ожидания. Нарушенное ожидание – это известное в нем близкие появления, в частности, Иоанна Владимировна Руссо написывала его в связи с Союзами. День был дождливый, но поле не вымок. Что характерно для этого фигуры или для этого отношения? Имеется в виду две части, и третья часть, которая не существует в тексте, а провоцируется первой частью. День был дождливый, дальше у нас возникает утверждение Ку, в дождливую погоду люди вымокают, и вот этот Ку позволяет почувствовать вот этот вот контраст. Но поле не вымок. Вот должен был вымокать, а не вымок. Что происходит в дискурсе? Такая же структура, она выделяется в дискурсе. Но посмотрите, в чем разница. Вот текст. Начало, к сожалению, плохо видно. Такие данные можно добывать штабными силами и средствами, либо получать от компаний, которые работают в этом направлении. Это я читаю, пуштрих. Ну и дальше вы можете прочесть. Главное, чтобы сведения были достоверными, а получить же достоверную информацию, оказывается, невозможно. И вот противопоставлено, главное, чтобы сведения были достоверными, и не дров один. И второе, невозможно получить. А ожидание, которое нарушается, оно не следует с предиката, главное, чтобы сведения были достоверными, оно просто в прямую сказано выше. И таким образом, эта дискурсивная фигура, вернее, риторическая фигура в тексте, она тоже трехчленная, она тоже нарушена ожиданием. Но в отличие от синтетического нарушенного ожидания, здесь вот это вот самое ожидание, которое нарушается, оно высказано в изначальной части. Это то же самое. Ну, кстати, здесь есть вот это вот, вот этот лексический маркер G. Это, в данном случае, это маркер тоже контраста, он есть. Но оно, вот видите, оказывается трехчленное. То же самое. В бизнесе сформировали свои российские принципы управления, автоматизирующие отдельные процессы управления. Это ожидание. Но время идет, а способ решения проблем остается на уровне середины 90-х годов. Контраст между Я-1 и Я-2, а ожидание сформулировано в прямую, в обводной вот этой вот части. Это все, что я... Спасибо за внимание. Тоже назвать сравнение. Потому что есть такая трансформация этих, этого сложного предложения в простое предложение. И тогда за этим будет лежать сравнительная конструкция. В одних отделениях сотрудников, это фунты евро стали крепче иены. Фунты евро стали крепче иены. Это сравнительное предложение простое. Оно не несет... Оно бессмысленно, потому что курсы валюты разные, валюты разные и так далее. Но для дискурса это не важно. Важно, что они свелись к одной синтактической конструкции сравнения. И поэтому это отношение там выросли. Спасибо.